Второй доклад И сегодня я с удовольствием анонсирую, что мы будем делать доклад Александра Ильина О чем хотелось бы рассказать, да, это немножко сказать, что такое транзит, что такое пире, вообще, что это за понятия такие Слова, так сказать, эти, может быть, многие знакомы, но я уверен, что это рекомендую всех, кто знает, как со смыслом И рассказать примерно о том, как строится инфраструктура интернета, как происходит взаимодействие между разными компонентами Дело в том, что достаточно, на наш взгляд, сложная структура Но ее можно представить весьма наглядным способом То есть, если мы рассмотрим, как бы, без леса То есть сети, есть провайдеры, которые эти сети содержат И есть так называемые автономные системы, которые с этими сетями ведут взаимодействие То есть, это автономная система, по сути, это некая такая сущность, которая позволяет объединить набор сетей В некую единую систему управления, в единую, как бы, подход к работе с автономной системой То есть, это не обязательно принадлежность какой-то одной организации или какого-то одного проекта Но, по сути, это имеет набор политик, который позволяет вести единую политику для набора сетей Вот, но здесь просто, как пример, представлен набор автономных систем На самом деле, их очень много и количество их растет Не так давно, как бы, когда еще интернет, как бы, был на этапе раннего развития К сожалению, было не предусмотрено достаточное количество размерностей этих автономных систем И были 16-битные автономные системы, которые вышли за размерность, как бы И пришлось внедрять 32-битные автономные системы, которые потом, по сути, сейчас уже достаточно активно используются Ну вот, что касается взаимодействия, да, как взаимодействуют вообще сети в интернете Если задуматься, то операторы, провайдеры, какие-то интернет-проекты, они могут, ну, чтобы интернет-проект стартовал Ему надо, как правило, получить некий доступ в интернет Вот, доступ в интернет, это, по сути, интернет-пранзит То есть, кто-то должен дать ему практик, международную сеть, доступ к международным ресурсам Причем от того, насколько качественный будет этот транзит, насколько хорош будет тот оператор, который дает этот интернет Настолько, как бы, будет эффективнее работать тот или иной интернет-проект, если он связан именно с коннективностью Если ему важна именно хорошая качественная связанность И когда, в общем-то, интернет начинал, практически, свою деятельность, то очень небольшой перечень, так называемых, team-one операторов Которые давали высокого уровня связанности, имели очень хорошие магистральные толстые каналы И при этом, как бы, обеспечивали полноценную связанность для любых, практически, компаний И, по сути, это такая, ну, утреливая, можно сказать, что построена была система в виде таких капусты, в виде чешуи То есть, tier-1 обрастал операторами уровня tier-2, которые могли подключаться в tier-1 А дальше операторы tier-3, которые уже, например, не могли подключаться в tier-1, но могли подключаться в tier-2 Такая вот, как бы, система была многоугубливая И, по сути, tier-1, это были какие-то такие недостижимые операторы, до которых было очень сложно добраться Но, в то время, как бы, как раз начали зарождаться вот эти проекты интернет-экчинги Основная задача была, как бы, сэкономить издержки, расходы на вот эти транзитные каналы Особенно это, если помните, например, ту же развитие интернета в России Вот, если взять, например, какой-нибудь девяносто шестой, девяносто седьмой год, когда я, например, активно уже представлял, как это построено То каналы, в общем-то, зарубеж, они были очень сильно ограничены в связанности И поэтому пользоваться транзитом зарубеж, это было очень накладно И всех, так сказать, беспокоило, а как же это дело сэкономить И понятно было, что взять и соединиться где-то в Москве, где-то там, где максимально достижимы две сети Это позволит существенно сэкономить ресурсы и создать, как бы, возможность быстрого обмена И тогда стали возникать, вот, как бы, взаимоотношения с купеем Когда именно две сети, они анонсируют, выдают, по сути, друг другу маршруты Информации, которые, как бы, они обладают и позволяют не получить полный доступ к глобальным мировым таблицам интернет А получить доступ именно друг к другу, получить это взаимодействие друг к другу Ну, вот здесь хотелось бы тоже отметить, я так, чтобы немножко не упомянусь Что, в общем-то, хождение трафика в интернет, оно происходит в обратную сторону прохождения маршрутов То есть, возникают две автономные системы Как вот, есть набор сетей, там, условно, в одной 10 сетей, в другой 20 сетей Каждая из них должна друг другу сказать, у меня 10, у тебя 20, давай с тобой обменились И вот эта информация, это называется, как бы, анонсы Это, по сути, позволяет именно и установить вот эти взаимоотношения То есть, PIN, это взаимоотношения на уровне передачи вот этих автономных систем Передачи тех сетей, которые, как бы, есть у данного оператора При этом, это можно не только его конкретные сети, но и сети его дочерних, как бы, структур Дочерних проектов операторов Ну вот, чтобы сильно не углубляться, давайте немножко быстрее сейчас буду двигаться Значит, это вот известная такая статистика Есть некий центр исследований, который ставит по всему миру всевозможные пробники И на основе данных этих пробников анализирует связанность автономных систем Анализирует, насколько хорошо те или иные автономные системы напрямую друг другу взаимодействуют Ну, это картинка вот прошлого года, но тут вот тоже такой интересный момент Наверняка вы знаете, что есть IPv6 и IPv4, да? В IPv4 связанности вопросы и другие практически решены И вот на данной картинке изображено где-то 92% всех сетей, которые охватывают эти пробники В то время как вот, например, IPv6 у них там процент охват существенно меньше И картинка, она чуть-чуть менее репортативна, но с другой стороны видно, что вот связанность, как бы, она немножко, как бы, штык, как бы, она отстает Хотя движется все это очень быстро вперед И, в общем-то, в ядре находятся те самые tier 1 операторы, которые, как бы, имеют максимально хорошую связь Ну, и вот, что так, Крещенч, я уже как бы на пальцах выяснил, но здесь как бы немножко подробнее сказано Что, чтобы взаимодействие между разными автономными системами в разными сетями грамотно выставить Нужно, по сути, с ними, со всеми, со своими соседями поднять какие-то стыки, какие-то взаимодействия И если это происходит в рамках физических линий связи, то это возникает очень большое количество каналов Очень сложно, очень затратно это все обслуживать, администрировать И понятно, что в этой связи возникает некая сущность, некое облако, Крещенч, которое позволяет именно эти каналы сократить И устроить вот такой, как бы, взаимный обмен между всеми игроками, всеми, кто есть в данной точке или облаке присутствием Ну, вот, опять-таки, момент очень такой важный и принципиальный, что сеть Exchange, она всегда подается как нейтральная То есть она позволяет давать взаимодействие, администрировать взаимодействие напрямую с каждым игроком, с каждым участником Без дополнительного каких-то телодвижения со стороны самой среды То есть им предоставляется, по сути, V2-среда Это, по сути, огромный-огромный коммутатор, который позволяет всем друг другу наладить взаимодействие И сразу хочу отметить, что такого рода сеть, такого рода инфраструктура, она достаточно сложна с точки зрения строения сети С точки зрения обеспечения должной защиты от внешних всевозможных воздействий, от всевозможных действий операторов Потому что зачастую, если рассмотреть вот эти вот облака маленькие, которые включаются Они включаются тоже своей сетью коммутаторов, тоже своим каким-то большим инфраструктурным облаком Которым очень много возникает возможных своих, как по, ошибок, проблем И вот эта сеть Exchange, да, она постоянно находится под таким достаточно тяжелым прессингом со стороны внешнего вольтинга Ну, про нашу компанию не нужно похвастать, да, здесь именно рейтинг Exchange По объемам графика по числу автономных систем Ну, здесь вот в данный момент вот число АЭС опортировано Ну, в общем-то, мы смотрели по количеству участников и по объему, там примерно цифры очень похожи Вот мы входим фактически в пятерку крупнейших АЭСов Причем тут недавно совсем появился перед нами четвертый вот этот оператор Достаточно интересный Это бразильская сеть, которая на самом деле является не совсем Exchange в классическом виде Это, по сути, некий T1 оператор на базе канала в Бразилии То есть это оператор, дающий полноценный доступ В то время как Exchange, как вот я уже говорил, он призван для того, чтобы оператором обменяться друг с другом именно той информацией, которой они обладают Поэтому это немножко здесь другая картинка, но, тем не менее, вот такая ситуация Ну, и по автономным системам понятно, что количество проектов в нашей стране в сравнении с тот же европейскими странами и даже, в общем-то, с американскими Оно достаточно велико, и это приводит к тому, что у нас очень много автономных систем Что не скажешь об IP-адресах, потому что адреса достаточно ресурсные Как бы, в отличие от автономных систем, адреса, он ресурс очень ограниченный, и поэтому с ними, как бы, ну, достаточно сложно, в особенности чьи вас Ну, факты про компанию, да, это 95-й год год основания, нам в этом дали 20 лет Мы сейчас уже построили инфраструктуру в Москве в 8 городах И у нас, так называемых, 30 точек Это, чтобы понимать, как бы, в каждом городе, это не одна точка присутствия, как вот МЕ, как вот основала, да А это достаточно большой комплекс Причем, если сравнивать, там, с количеством коммутаторов, то это не один коммутатор на всю Москву А это, условно говоря, несколько десятков коммутаторов, которые соединены достаточно мощными каналами И определенным образом администрируются и управляются с помощью наших строительств И, по сути, это вот 30 точек у нас сейчас по всей стране построено Но здесь тоже хотелось бы отметить важную металь Что, как только мы говорим о взаимодействии городов друг с другом Как мы говорим, допустим, представьте взаимодействие в Москве и Владивосток Вот два еще, есть в Москве, есть в Владивостоке Как только мы поднимем единую между ними инфраструктуру Это, по сути, уже возникает транзит Достаточно дорогой, достаточно условный ресурс И поэтому мы говорим об обмене транзита Только в рамках тех городов Вест построен, как бы, сеть То есть это каждый город имеет свою построенную сеть обменных транзитов И позволяет взаимодействовать на высокой скорости именно в пределах города Хотя это, в общем-то, не отменяет возможность покупки транзита У каких-то регистрационных операторов И выхода на тот или иной реализм Но, как бы, в основном, это основная задача Это именно локальный транзит Ну, да, в задуманной минуте А что, помимо всего прочего У нас еще на iChange Он обрастает, как бы, как Такой критичный тоже ресурс Он обрастает всевозможными Наполнительными сервисами Такими, как Например, домены И позволяет достаточно быстро Получать к нему доступ Это тоже немаловажно Потому что доступ к iChange Он, практически, вынаменит Ну, в архитектуре сети Немножко детали технические Попробую взять, да Значит, это у нас По сути, в каждом городе Есть липи Общий пилинговый вулан Который позволяет Еще выделять дополнительно Помимо этого пилингового вулана Еще и виртуальные вуланы Вот, и есть очень важный компонент Без которого, практически, сейчас Современный айс Он, ну, не выживает Это Родсевер В чем я хочу сказать Тут, вот, заслугу дать сказать Именно России В том, что наш Родсевер был внедрен На годы, практически, раньше Чем был сделан на крупнейших айсах В границе То есть, например, тот же амстердамский айс Немецкий айс Они внедрили это гораздо позже И они, ну, гораздо, скажем Позже столкнулись с той проблемой Которую мы увидели еще на этапе создания У нас айс всегда был в такой Достаточно мощной конкурентной среде И когда мы приехали в Европу С первым докладом И у нас было свыше сотни операторов Подключенных к айсу У них в то время это было Порядка, там, 30-40 операторов И понятно, что чем меньше Взаимодействующих сторон Тем проще, как бы, всем договориться Но как только Увлекает достаточно большое Количество операторов Сразу возникает сложность А как бы Как-то так сделать Чтобы вот С одним Установить как бы Взаимоотношения И получить все сразу Вот это Родсервер То есть Родсервер Это некая прозрачная структура Которая позволяет Именно установить Такого рода отношения С неким виртуальным оператором И получить весь айс Вот про топологию Интересный слайд На самом деле Я специально К этой презентации Попытался вам Нарисовать его Дело в том, что Айс Сети постоянно развивающиеся Очень требовательно Критично К потерям Задержкам То есть вот Скажем так Несмотря на то, что Явом виде Айс не предоставляет СЛА СЛА В сети Он очень Является Одним из Таких самых Ярких показателей Любая Даже мельчайшая Проблема На несколько Дальней секунд Отзывается Путем того, что Как минимум У нас сейчас 400 участников В Москве Каждый из них Если подумать Сразу Реакция будет Мгновенна И надо сказать, что Мы, исходя из этого Соответствующие средства Всевозможные Разрабатываем Контроли Но Значит Что касается Топологии Топологии Мы сначала начинали Когда у нас была Топочка Потом Стали развиваться Появился некое Подобие кольца Кольцо Здесь показано Понятно, что До какого-то момента Это вполне устраивает Когда особенно Мало элементов Но по мере того, как Растет Количество элементов Кольца Становится очень сильно Зависима Она Как бы От количества Линии связи Очень сложно Масштабируемая структура Получается Потому что Любой Особенность нашей Еще сети в том, что Мы не можем прогнозировать Где как будет Расположен трафик Вот есть две точки Между ними идет Какой-то обмен Сегодня это один обмен А завтра вдруг Выложили какую-нибудь Новую игру И Условно говоря Микрософт стал Раздавать С эту игру Безумной скоростью И Скачкообразно Увеличился трафик И Пошел Между двумя Операторами Совершенно Другой Часть сети Поэтому Нам нужно было поставить Такую сеть Которая Была бы Масштабируемая Но в тот же момент Позволяла Еще и Уходить От всевозможных Отказов И Позволяла бы Нам Очень частая Такая проблема Была Когда Например Какие-то работы Проводят Где-то В оптику Часто Вот эти Пожары Всевозможные Особенно Если говорить По Москву Там Пожароколлектора Они случаются Где-то Раз Два Три Года Примерно Но Построенная Нами Топология Текущая Ну Вот Мы Посмотрели Несколько Видов Топологий Вот Здесь Таблица Понятно От чего Мы Отталкивались И Точка Отказа Выйти Вот Здесь Показано Ростное Количество Узлов Как раз Количество Линии связи В зависимости от Топологии Видно Что Ну Например Топология Топология Которые Мы Построили Она Максимально С одной Сторон Дает Достаточно Хорошую Надежность А с другой Сторон Дает Большое Наращивание Нас И Масштабируемость И Соответственно Отказоустойчивость Но Единственное Здесь Такой Немножко Сложный Для нас Минус То Что Все-таки Нужно Достаточно После Топологии Всевозможных Колесообразных Требуется Большое Количество Линии связи Особенно Узловой Точка Ну Про Типы Включения Я уже Про Муланы Говорим Здесь Немножко Просто Более Подробно Показано Что У нас Есть Основной Мулан Общий В котором Работают Все операторы Есть Приватные Муланы Которые Позволяют Взаимодействие Между Между Разными Дочками Очень Какой Интересный Проект Мантикас План Он Оборудование Оборудование Капризное Мантикасу И мы Пытались Его Развивать Но Он Живет В своей Жизни Есть Такая Тоже Технология Технология Которые Можно И Что Мы Используем Уже Последние Несколько лет Это Карантинный Гланг Который Позволяет Нам Дополнительный Анализ Аномалий Проводить Роудсерк Он Как я уже говорил Позволяет Взаимодействовать В каждом Минуя Время Такой Взаимодействие И В нашем Случае Он Не только Позволяет Вот Это Взаимодействие Организовать Но еще и Делать его Достаточно Длинной Контроля Есть Механизмы Есть Программные Комплексы Которые Позволяют Как управлять Тому С Схемы Проводсервер Взаимодействие То есть Ему Можно Сказать Что Оператор А Хочет Взаимодействовать Но Не Взаимодействовать Сутье И Такого Рода Как Политики Они Позволяют Гибко Настроить Под любые задачи И При этом Мы Находясь В центре Находясь Со стороны Сети Управления Мы Можем Все это Гибко Контролировать И Выдавать Рекомендации Тем Комендустер Комендустер Что Касается Безопасности Здесь Очень Сложный Как бы Уход Мы 20 лет Практически Потратили на то Чтобы Прийти к тому Что мы имеем сейчас Причем Нам пришлось Создать Несколько Лабораторий Которые Занимаются Анализом Того Что К нам Попадает Анализом Не только Того Оборудования Которое Мы хотим И К сожалению Проблема Заключается В том Что Большинство Производителей Оборудования Они тоже Для них Структура Такая Как Аликс Она Немножко Нетипичная В основном Это Продается Оборудование Центр обработки Даток И У них Другие задачи Другие потребности Аликс Он Достаточно Критичен Вот Этому Воздействию И Вендоры Зачастую Не понимают Что Что Нужно Как бы И Здесь Мы В общем-то Хочу показать Что Тоже Постоянно Следим За новыми Технологиями В том числе И Технологии Всевозможной Виртуализации Анализируем И Имеем В общем-то Здесь Опыт С Компанией Которые С Которые Немножки Детали Это Как бы Механизм Применяется Порт Секьюрити Писки Доступ Это Такие Простые Вещи Которые Позволяют Защищаться И Дополнительно Мы Внедрили Технологии Анализатора Пакета Которые Позволяют Собирать Все Данные И Сигнализировать Всевозможные Нештатные Ситуации Одна из наших Заработок Последних Это Понятно Что Сеть Стала Достаточно Мощно Атаковать Не Нашу Структуру Но Понятно Что Переварить Атаковать Наши Операторы Которые Включены В нашу Сеть Причем Стыки Этих Операторов Они Стали Очень Большие Но Можно Представить Что Есть операторы В Москве Которые Внеют Несколько 100 Габитных Портов Могут Потоки Данных Достаточно Сложно И Нами Внедрена Технология Блокирования Именно На Вход Ну Про Слэ Как я уже Сказал Проблема В том Что Айпсер является Средой Эл И На Границе Нашей Сети Нет Напрямую Как бы Нет Машизаторов Сейчас Наши Участники Включаются Тех Сеть Сеть Коммутатор Которые Распределены По всему городу Или Могут Уходить Другие города И Поэтому Мы Максимально Стараемся Контролировать То Что Выходит Другой Форум И Хотелось бы Еще раз Поблагодарить Руслану Леонидовича За Участие В этом году В нашем У нас Этот форум Состоит В двух Утренний блок Технический И второй блок Больше Такой Информационный Для Операторов По Взаимодействию Компаний И Мы Приглашаем Принять Участие Бесплатно Если Вам Интересна Эта тема Я думаю Что Можно Подчеркнуть Новый Новый Тем более Часто Помимо Форума У нас Участие Представителей Власти Которые В том числе И Заняты Новые Законодательные Акции Это Все Можно Видеть И Понять Куда Движется На этом У меня Все Время Не Ограничено Поэтому Старался Подать Информацию Кратко Могу Я Слишком Даже Сделал Крас Спасибо Большое Очень Интересно Я Старался Сильно В технику Не погружаться Хотя Могу Рассказать Вопросы Пожалуйста Я Думаю Широ Должно быть Да Добрый день У меня есть вопрос По поводу Это Главный сервер Установлен Биджики Зел Да Это Интересно Я Хотел В глубину Осветить Я не знаю, по-моему, слайд у меня это осталось или нет. Когда сервер мы спускали первый, он был сделан на базе ЦИСКа. И основной недостаток, который был, это то, что требовалось обязательно по протокол, необходимо указать автономную систему. И по протоколу NGP этот номер автономной системы попадает во все взаимодействия. И, соответственно, свой сосед непосредственно подключает весь путь, включая твою автономную систему. И понятно, что при такой схеме это получается некое развительное тело, которое все равно вносит свои искажения в путь в Айспас. То есть, длину маршруты, выбор лучшего маршрута и так далее. И для нас было важно найти именно такой прозрачный сервер, который бы передал все, что есть, от одного к другому, при этом не внеся себя. И вот эту технологию мы искали. Мы обкатывали, причем даже с ЦИСКа. И инженеры ЦИСКа сделали, что интересно, под наш заказ специально сделали на базе маршрутизаторов. Но, к сожалению, маршрутизаторы, они обладали, ну и понятно, достаточно слабыми ресурсами. То есть, это и правильные процессы. И при больших обработках данных нам пришлось как бы искать альтернативу. Мы провели тестирование трех различных тоже решений. И у нас сейчас применяется такой процесс, называется онберт. Это, по сути, разработка коллег из ЦИСКа Лариса. Они сделали модуль, который программный, который установится на обычный сервер, который позволяет вот это все дело обмена подорганизовать. Но тоже интересный момент, вот момент эволюции робот-серверов. Если сначала был достаточно просто обмен маршрутами, то в какой-то момент возникла задача, а нужно обмен маршрутами, но так, чтобы из этого облака вырезать маршруты того или иного оператора. Но вырезать не просто так. Если мы просто заблокируем эти маршруты, то их не получат, условно говоря, если мы их заблокируем на выходе, то мы вообще не получим этот маршрут. А если этот маршрут есть через других операций, то есть есть три оператора. Одного мы хотим заблокировать, но этот маршрут есть еще один. Мы должны этих двух рассмотреть. И когда вот возникла так называемая необходимость создать, то это именно персональные таблицы маршрутов. То есть под каждого оператора создается свой, грубо говоря, мошкизатор, который принимает решение о том, какой набор маршрутов поддать тому или иному оператору. То есть по сути вот у нас 400 операторов, 400 таблиц под каждого конкретного оператора. И у каждого можно дергать, как бы удалять, добавлять, какие-то приоритеты расставлять. Это вот важный момент. И мы очень рады, что ролл-сервер, как бы мы смогли для этого достичь с ним. Что касается гибкости политики, которые я могу устанавливать в таком вот ролл-сервере, насколько я могу регулировать, если я там, скажем, в моей автономной системе, несколько порт, несколько выразов, того, куда я хочу пускать? Ну, на тех, которые... Насколько я могу, вообще говоря, видеть, вот такой ролл-сервер – это не только техническая точка, но и экономическая точка поставки. Это такой выбор. Так, кстати, наша работа влияет на эталон. Конечно. Насколько я могу здесь специфицировать ее и тем самым затягивать на себя больше тракта? Ну, давай-то контролируете как? У него, ну, понятно, что ролл-сервер работает по алгоритму выбора лучшего пути, который вот описан в ряде этих книг, в ряде литературы, в том числе... Ну, что у нас на улице? Правильно, совершенно верно. Но это доступ к вашим, как бы, ресурсам, да? Значит, если вы даете свои возможности к ним построить такой доступ, который вам, как бы, максимально интересен, то гораздо, скажем, сложнее, где может быть степень влияния, да? Это когда я хочу повлиять на то, чтобы, да, чтобы именно мои были маршруты самые лучшие, правильно. Вот. И здесь это влияние уже не у меня, а у того оператора, который рассматривает эти маршруты. Тот, кто получается, ролл-сервер. А ролл-сервер для каждого оператора проводит вот этот выбор на основе лучшего пути. И здесь я могу повлиять только путем, там, установки специальных, там, методик, да, допустим. Но все методики, которые можно установить сейчас в рамках вот технологий, которые мы применяем, они позволяют только ухудшить. То есть они позволяют удлинить, там, это самое. Но я могу удлинить, допустим, одному оператору, а потом отдать короче. Тогда я направлю, как бы, с того оператора, который мне интересен, маршрут ставит именно к себе, вот, как бы, именно с этого оператора. То есть я могу управлять тем оператором, который ведет ко мне, путем ведущегося... То есть ко мне, у меня находится несколько точек входа в моем установке системы. Правильно. Я могу не направляться на какую-то точку входа, скажем, я хотел бы каких операторов направлять себе? Конечно, конечно. Вы можете, понимаете, вот, как бы, ну, механизмов вот этих вас есть, их много, да? И они не только алиса ограничиваются. Вы же еще имеете, наверняка, как сеть, основная система, она имеет выход не только через алис, но и имеет выход через какого-то транзитного оператора. И также она может и регулировать этот трафик и через транзитный оператор. Таким образом, можно определенными политиками задать длину, например, маршрута через транзитного оператора больше, чем через алис. Что, как бы, ну, дает выгоду именно как раз в плане взаимодействия. Потому что экономически транзит, он всегда, как бы, дороже, чем в зооплокальной взаимодействии. Поэтому, вот, здесь, как бы, да, этот момент можно регулировать достаточно гибко. Вот тут единственный интересный момент, хотелось бы здесь отметить, да, что, когда у нас есть ряд операторов, которые очень хотят, ну, как-то вот прям совсем, чтобы вот именно к ним шел трафик, вот, как бы, ну, с экономической, с экономической поддержкой. Но одна из, так сказать, у нас, ну, таких метрик самых-самых-самых последних, когда уже все выбрано, все маршруты одинаковые, все, значит, там, local preference там одинаковые, то есть все параметры беженки. Самое последнее – это стабильность беженки. Если у меня сеть стабильная, и я беженки не ел, как говорят, месяц, то именно ко мне пойдет раль, чем у соседа, которого вчера он обвалился. То есть одна из самых последних метрик играет вроде именно надежность сети, как она часто, часто оборвает свои сети. Вот этот момент тоже такой интересный. Саша, ну, что он специфик? Ну, это, может, специфик, да, это уже немножко, это вот как раз тут момент какой-то, что есть сеть, и сравниваются в протоколе беженки именно конкретные сети. Но если я возьму сеть и разогну еще на 10 сетей маленьких, то будут сравниваться небольшие сети, будут сравниваться маленькие сети. Если это маленькая сеть, то есть, боюсь, но ее нет в транзите. Соответственно, всегда будет идти через это. Ну, это один из таких аргументов вот для таких операторов, когда достаточно сложно отрегулировать, да, и нету способа воздействия с транзитными операторами. Если есть возможность с ними договориться о правильных метриках, то правильно вот VX выдают вот эти маленькие сеточки. Они создают как бы приток на себя основного вам географа графика, а весь агрегат, весь блок выдаётся через транзитный оператор, и всё, что не попало через X, это через транзит. Это, в общем, тоже такой способ, ну, извиняюсь. Еще вопросы? Так, Сереж, давайте, кстати, еще вопросы. Ну, структура других сеть, она, вроде бы, здорово, но, в общем, я положился, вот, для задач, которые решает, как называемый, SDN, SDN решает, просто не финансирует. Тем более, что реализована, в основном, в скеймах, они поддерживают. Так, конечно. И думали ли вы насчет реализации SDN-NFV технологий? Потому что SDN хорошо реализует, вот, положится от задачи, вот, 3-2, которая решает, NFV, это, как раз от своей функции, то, когда бы себе, ну, бы, прекрасно виртуализироваться, стать более надежным. То есть, думали ли вы вот от таких вот решений? Я понимаю, что ваша организация, наверное, может, потерпать, или, наверное, бросаться сразу в новое решение. А может, какие-то планы есть? И вторая часть вопроса, существует проблема эксченгер между SDN-скими сетями в настоящее время. Она решается каким-то способом, но вы не думали ли вы, кто-то стать таким центром, который мог бы, в перспективе, менять SDN-ские сети, стать их SDX? Ну, это тоже какие-то мысли были выяснить? Ну, вы знаете, вот, как бы, мы достаточно давно, тоже уже, ну, наверное, около 10 лет, может быть, больше 10 лет, мы участвуем в Европейском ассоциации к чене, есть такая ассоциация РАИС. Вот, она занимается как раз тем, что помимо, как бы, встреч операторов РАИС, они устраивают именно взаимодействие как на административно-финансовом уровне, так и на техническом уровне. И обсуждается очень много технических деталей, где производится обмен такой прямой технической реализацией тех или иных, того или иного функционала. Причем, последние годы она расширилась, эта ассоциация стала, сейчас они даже перевиновались, стали РАИС Федерейшн, то есть они включили в себя еще членов американцев, из Америки, и Японии, и дальнего восточного. И здесь хотелось бы отметить следующее, что любые вот эти новые решения, они обкатываются, причем обкатываются не только нами, но и обкатываются вот этими другими альцами. Причем у них достаточно больше возможностей в этом плане, потому что зачастую в той же Европе вендоры просто дают целые линейки оборудования на обкатку новых функционалов, на обкатку каких-то новых вещей. И у них лаборатории, например, наши, то есть они как бы позволяют себе такой более-более мощный исследователь. Хотя надо сказать, что у нас мы достаточно, скажем, много исследуем в плане функционала, в плане инфич. И что касается СДМ, здесь была такая презентация, не одна, и Амфердамского АЭС, и БИКС немецкого АЭС. Они, одна из таких, скажем так, простейших, таких задач АЭС, это минимизация пройденного трафика. До того, о котором я говорил, то есть в которой идет бродкаст, анкновник, астана из ДИК, которую они как бы пытались сделать, это завернуть этот трафик на СДМ, обработать его соответствующим образом, и выдать ровно то, что надо всем, всем как бы участникам. То есть это такой первый шажок. И надо сказать, что, в общем-то, отчасти у них это получилось. Но здесь есть один очень важный момент, на мой взгляд. АЭС и вещь очень критичная к этому внешнему воздействию. И любые, как бы, возможные, ну, и доработки какие-то. То есть это было, условно говоря, работа проводилась где-то примерно, ну, полтора года назад. Вот. И на тот момент, как бы, всплыли несколько очень неприятных машин в том или ином вендоре. То есть там, надо сказать, что все крупные АЭСы, вот вся пятерка, вот, видишь, включая наш, построены на разных вендрах. Внутого нету сейчас пересечения. То есть каждый использует свое решение. Вот. Причем оно зачастую тоже имеет определенные веки развития. То есть, например, встал на Браке, потому что Браке в тот момент делал самые лучшие свечи. Потом, значит, немецкий АЭС, он сейчас встал на Алкотель Люссен, потому что Алкотель Люссен на тот момент представил очень глубинное, хорошее решение. Ну и, соответственно, встали на Экстрим, потому что у Экстрима появился новый коммутатор, который позволил нам существенные энергии затраты на сэкономить. Нам было важно 100 гигабельцев получить за те же энергии затраты, что у нас сейчас есть, потому что плотность растет, а электричество много не дает. Ну и хочу сказать, значит, здесь мы, конечно, открыты для каких-то исследований. Мы продолжаем, как в лаборатории, это смотреть. И нам это, по идее, интересно. То есть единственный здесь момент, важный вот еще с точки зрения философии. Вот мне интересно, здесь даже два момента, как людей, как и в этом достаточно давно работающим. А, в общем-то, вопрос у меня вот какой. Дело в том, что, на мой взгляд, переход к такого рода... Вот сейчас у нас, условно говоря, есть критичная, ну такая вот достаточно сложная, мощная структура построенная, которая критична к отказу всех других элементов. И сейчас мы используем всю мощь, все ресурсы того вендора, который как бы нам это оборудование поставил. И если у нас возникает какая-то серьезная ошибка, то мы, в первую очередь, обращаемся к этому вендору, открываем там, в полной готеке. Одна из ошибок, я могу даже озвучить, да, была очень интересная такая, с которой мы столкнулись, это ошибка была производителя чипов, который в одной из библиотек запустил ошибку, которая привела к проблемам у вендора на его программу свечения. И вот этот вендор решал проблему с этим производителем чипов достаточно оперативно, поскольку это была критичная вещь и нам это было важно. В случае, если мы внедряем, допустим, используем свечи в качестве такой базовой платформы и внедряем свой функционал, то кто будет вот это решать, кто будет максимально быстро обеспечить нам вот эту защиту в случае возникновения ошибки. В безусловном моменте какой-то старт, запуск, все проверили, все работает. Потом пошло что-то, изменилось, какие-то условия, и нужна, и у нас вот этот вот момент, он такой тоже вызывает много вопросов, потому что как в одном деле есть вендор, который этим каждодневно занимается, который дает определенные гарантии, которого можно дергать, и он быстро реагирует, а другое дело – это срока команда. То есть вот на мой взгляд, может быть, я ответил, здесь не прав, вот вы меня поправите, но СДМ очень эффективно ложится на модель, например, Гугла. То есть Гугл с огромным штатом разработчиков, с огромными задачами, и у них есть люди, которые в состоянии это быстро решают. Вот, и они держат этот штат. Вот, в случае сайлеса, ну, как бы, это конфлик небольшая, и держать штат именно такого высокого уровня программиста достаточно сложный. Значит, должны быть это, такие люди должны быть в компании, которые это решение предоставляют. То есть вот это вот важный вопрос, такой важный момент, когда это внедрит. Ну, вот, ваше мнение интересное здесь. Если мое личное мнение, это интересует, ну, так что да, но аппаратные проблемы не снимаются, ну, проблему с чипом разработчики, конечно, не решат. Она не была неправной аппаратом, это программа написана для данного чипа, которая занимаетесь, что... Функции чипа и глуповедение это не совсем не шла. Ну, да. Но, учитывая, что, как бы, ну, все эти статистические венторы используют, ну, тоже, по такому слову, и это входит в кусту этих поддержек, тут единственное, что возникнет проблема, чтобы понять, кто-то есть инозавчик, кто-ли программист, который написал к уважению в инвеститорах, кто-ли реально какие-то обращения к аппарату. Ну, вот. здесь вот этот момент тоже очень тонкий, да? Вот у нас сейчас поменяется несколько венов. Ну, по сути, мы сейчас сверили всю сеть к двум венам. Это экстрим, белл-корстен. И вот очень часто возникает такого рода севозможные большие какие-то моменты, которые находятся на границе. Их очень сложно доказать, потому что каждый из них говорит, это не мое, это ко мне не имеет отношения, давай-ка вот рассматривать по лыбе у другого венера. И мы вынуждены все у себя полностью собрать, проанализировать, причем каждый вендер, естественно, не держит у себя в лаборатории чужого венера, и мы вынуждены все испытания проводить у себя. То есть мы или в свою лабораторию проще это не будем. СДН опять-таки от реализации. Дело в том, что если взять реализацию СДН у тех же вендеров, то в разных линейках реализация совершенно разная. И мы вот видели, что где-то есть там поддержка, там, в полуги. Последнее, что я наблюдал, интересный момент, это связано с поддержкой нескольких контроллеров. То есть мне было важно, чтобы у вас возможно не будет контроллеров поддерживать. Далеко не везде это работает. И опять-таки, чем сложнее вот эта технология, которая ложится поверх, тем светичнее как бы к тому, чтобы она стабильная работа, тем сложнее это все обслуживает, сложнее. Лучше нам будет сложнее, чем... Когда она дойдет? Как голову, может, шокизатор. Это да. Безусловно, я считаю, что к этому движется, и мы на эту сторону смотрим. То есть мы просто ждем, когда немножечко оно дойдет. Очень интересно, конечно, взаимодействие, поскольку нас интересовался тем вопрос, как гостерния сейчас с Антоновым, и мы, конечно, будем очень признательны, благодарны, если бы смогли выставить некогда этот опыт. Ну что ж, коллеги, я вам благодарен и облачу. Спасибо.